гороскопы прощай за поребриком нашли крайнего во всех бедах и это привороты порча и прочее неизведанное хотят закрыть и не пущать у нас не должно быть такой деятельности в принципе и в это время одну из резиденций путина просто снесли а сам он даже носа боится показать своем любимом городе сочи что происходит можно было предположить что 7 октября президент встретит на столь любимым им черноморском побережье наверняка в компании какого-нибудь сергея шайбу но после нападения на украину многое изменилось что именно а также псы режима заглянули в московские гей-клубы и возбудились точнее возбудили дело говорят дискредитируют в срф своими шутками какими дождитесь деталей тем временем сама же армия захватчиков все больше превращается в филиал дурки буквально привет я андрей засаднюк и вы смотрите программу в тренде и вас каждый день ждут самые невероятные впечатляющие и незабываемые новости начинаем в россии случилось нечто страшное нет не очередной день рождения путина хотя да он тоже сегодня массово легли сервисы главного пропагандистского рупора в гтрк то есть всероссийской государственной телерадио компании хакеры обрушили информационные системы пропагандистов что привело к очень масштабным сбоям в работе не работают онлайн вещание внутренние сервисы даже интернета нет и телефонии представьте кто-то стер все серверов ну прямо как из головы у средне туристического зрителя федеральных каналов там чисто и пусто посмотрите на эти прекрасные пустые экраны действительно красиво прямо как мечта любого здравомыслящего человека включаешь российский государственный телеканал а там тишина и покой никакой пропаганды никаких безумных теорий заговора просто чистый лист ну или экран в данном случае а ведь в гтрк это не просто россия 1 или россия 24 это огромная империя лжи включающая более 80 региональных телерадио компаний по всей россии сми сообщают атака оказалась настолько разрушительной что были уничтожены даже резервные копии данных так что восстановление может занять время теперь миллионы россиян остались без ежедневной порции соловьиного помета и чем же они теперь будут кормить свой мозг и может даже придется начать думать самостоятельно свои соболезнования и советы можете оставлять в комментариях а также буду благодарен за ваши лайки и подписки на канал а теперь очень горячие новости из оккупированного крыма посмотрите на эти кадры ну вот красиво горит правда все-то взрывается по данным украинского генштаба наши бравые защитники нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу оккупантов захваченной феодосии и не просто куда-нибудь а по крупнейшей нефтебазе во всем крыму когда я понимаю бить так бить ну как вам такой прилет а ведь это стратегический объект и он использовался именно для обеспечения российской армии оккупационные власти пытаются преуменьшить конечно же масштаб катастрофы однако факты и видео говорят сами за себя в городе даже введен режим чрезвычайной ситуации ну а столб черного дыма виден за десятки километров да уж тяжеленький денек выдался у оккупантов ну как будто кто-то сглазил я даже догадываюсь кто и как один безумный дед решивший погрузить сразу две страны за одной полмира в кровавый кошмар но в госдуме видимо решили что дело в другой темной силе и предложили ввести уголовное наказание за порчу и привороты теперь всяких колдунов и ведьм будут судить по всей строгости мы вместе с отцом федором лукьяновым сейчас большую работу ведем по законопроекту о запрете рекламы магических услуг и я бы разделил на три части вот этих людей которые занимаются этими делами а третья часть это видимо те люди которые через западные влияния западной разведки пытаются также нанести удар по нашего единства по душе русского народа по ее вере и это важно говорят навести порчу вернуть любимого или лишить проблемы со здоровьем это уже знаете ли не просто погадать это якобы попытка воздействовать на другого человека значит должно быть наказание и уголовное депутат александр спиридонов который и выступил с этой гениальной инициативой видимо сам действительно всерьез верит в магию представляете взрослый человек облеченный властью боится какой-то порчи может ему стоит не законы писать а знаете ли у бабушки знахарки проконсультироваться и вот некоторые депутаты своими законами портят жизнь миллионам своих же граждан но это видимо не считается ну наверное тоже порчу навели а вот еще интересный момент также этот закон должен запретить в россии рекламу магических услуг рекламу в частности речь идет об ограничении доступа к информации о гаданиях астрологии об экстрасенсах и медиумах то есть астрологические прогнозы теперь будут под запретом а как же без ежедневного гороскопа в ульме сми ну все же их аудитория довольно обширно надо признать но самое прекрасное в этой истории это предложение приравнять оккультные практики к экстремизму нет ну вы серьезно кстати как вам такая вот борьба с темными силами а может быть вместо того чтобы гоняться за мнимыми колдунами стоит обратить внимание на реальных вредителей пишите в комментариях а вот следующая новость заставит вас поверить что реальность иногда превосходит самые безумные фантазии на этих кадрах с камер видеонаблюдения последние минуты жизни жители одного из жилых комплексов высокогорском районе в одном из жилых комплексов высокогорского района татарстана местные жители ездили в лифте с телом с 7 утра до полудня пока одна из женщин не заметила что мужчина в лифте он не просто пьяный а собственно говоря мертвый ничего себе поездочка правда пять часов люди катались вверх вниз покойником принимая его за обычного подвыпившего соседа вот тебе их обычный день в татарстане выходишь из дома а там кровавая сцена и труп в лифте как его его заметишь мы постоянно возникает каждый подъезд держусь за не будешь не будешь не смотреть воли лифт открывать надо лифт откуда мы знаем даже в квартире мы сейчас даже не знаем что творится работает 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 шумят звонят нам тишина тихий час чтоб не шумели прибывшие полицейские медики констатировали смерть и кстати причина ее стал банальный цирроз печени то есть человек не стал жертвы преступления а просто вот так вот не дошел до дома здоровый образ жизни по-российски тем временем в екатеринбурге на акции по раздаче еды бездомным полиция задержала активистов да люди просто раздавали еду нуждающимся а их схватили словно опасных преступников видимо в россии теперь даже доброта под запретом вот потому что нельзя просто так взять и помочь людям а почему потому что полицаи посчитали что раздача еды это несогласованное публичное мероприятие и среди задержанных был даже подросток всех их увезли в отдел как же все же слуги режима бояться любого собрания людей а то еще не дай бог что-то выйдет из этого хотя может быть вместо того чтобы гоняться за волонтерами им бы заняться реальными преступниками но таких вот задержать куда проще но делать добро это точно не о вояках захватчиков те несут зло не только украинцам но и своим же вот смотрите сами же приковали солдата к столбу ну казалось бы мы уже вроде бы не впервые такое видим но этот человек это натуральный инвалид с диагнозом шизофрения у него и справка есть в самом прямом смысле вот такие новые стандарты набора в армию агрессоров некоего руслана дебричева у которого диагностирована параноидальная шизофрения каким-то чудом затащили в армию и не просто затащили а еще и контракт с ним подписали это уже не армия какой-то филиал психиатрической больницы действительно но дальше больше в первый же день службы этого несчастного приковали наручниками к столбу но видимо не понравилось его несколько неадекватное поведение чего бы она интересно появилась а может быть и у кого-то другого там в командовании шизофрения разыгралась или же это особый эксперимент проверить кто безумнее российские командиры или их подчиненные и мне кажется неподчиненные хотя они тоже безумные а теперь новость от которой честно у меня просто отвисла челюсть оказывается бесстрашный лидер путин боится летать в город сочи причем свою же резиденцию человек который грозил всему миру теперь трясется от страха перед собственной тенью до войны мы могли о многом догадываться можно было предположить что 7 октября президент встретит на столь любимым им черноморском побережье наверняка в компании какого-нибудь сергея шайбу но после нападения на украину многое изменилось что именно по данным расследования независимого издания проект путин уже семь месяцев не появляется городе сочи где раньше проводил до 30 дней в году источники близкие кремлевской администрации утверждают что причиной может быть именно конечно же серия успешных атак украинских беспилотников то что путин перестал бывать в любимых южных местах своеобразный индикатор безопасности в стране как бы власти не пытались убедить население в том что жизнь продолжается а победа близка даже путину пришлось изменить собственные привычки из-за войны даже ему угрожает опасность кого они решили запугать знакомый путина подтвердил проекту что президент действительно опасается летать на юг чиновники обсуждают между собой что их перестали приглашать в сочи на ттт с президентом и очень этому удивляются страх диктатора настолько силен что он пропустил даже день рождения алины кабаевой в мае хотя ранее неизменно поздравлял ее лично и в сочи но и это еще не все представляете пока путин трясется о страх а часть его любимой резиденции просто снесли да еще недавно здесь стоял роскошный дворец а теперь живописный котлован прямо метафора для всей российской экономики не находите главное здание президентской резиденции бочаров ручей было полностью снесено еще в марте официальных сообщений о реконструкции не было и вообще что происходит очень хороший вопрос снос части резиденции в сочи может быть связан как с паранойей путина так и с попыткой скрыть какие-то компрометирующие материалы но в любом случае это признак того что в верхах российской власти происходят серьезные и очень неприятные для кремля процессы а может быть это новая стратегия защиты от дронов нет дома нет проблем но свои версии буду рад почитать в комментариях а теперь немного новостей из мира культуры точнее из мира ее полного отсутствия крупнейшие московские гей-клубы могут закрыть за дискредитацию вооруженных сил россии теперь даже танцы в перьях угрожают боеспособности российской армии клубы 3 обезьяны и центральная станция оказались под угрозой потому что артисты осмелились шутить в сети сообщают местные артисты в париках шутят про мизулину про так называемый сло и даже в девашников и даже иногда надевают военную форму ну надо же какое коварство а то что сама российская армия реально превращается в объект для шуток это не считается печально известный ценитель подглядывать за чужими забавами депутат виталий милонов лично написал обращение в полицию да у него явно нет других забот кроме как следить за тем кто и как веселиться в ночных клубах вот такие вот дела дорогие зрители и ну и как вам такая борьба за нравственность может быть вместо того чтобы закрывать клубы стоит некоторые штабы закрыть тогда и война закончится быстрее